Пришла за общением, она шла настоящих друзей. Солидный возраст, как выяснилось, не повод замыкаться в себе. Лидия Шмыга в этом убедилась. Пять лет, как на работу, она с подружками ходит в комплексный центр Бурлы. На природу выезжаем, на велосипедах. Даже у нас творческие есть такие, которые стихи у нас хорошо читают, поют. Даже танцы у нас, костюмы шили себе для всяких праздников, проведения. Нас приглашают, нашу группу приглашают в РДК, мы там на сцене даже выступаем. Уроки вязания, создания цветов. Занимаются не только душой, но и телом. Спортивный зал находится здесь же. Из актуальных занятий – клуб путешественников, когда бабушки осваивают фотоаппарат. Например, фотосессия на фоне Бурлинского озера. Чем не развлечение? И внукам будет что показать. Уже 20 лет работники комплексного центра помогают пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным семьям. И попасть сюда может каждый. Социальная защита рассчитывает доходы этого клиента. И по прожиточному минимуму там просчитывается, будет он платно у нас ходить, либо бесплатно. Вот также в надомном у нас обслуживании бабушки есть, кто пенсионеры нам платят, а кто не платит. Кстати, желающих заниматься творчеством, спортом и тех, кому нужна поддержка и защита, уже так много, что работники хотят расширять площадь. Центр выигрывает гранты, но новые тренажеры просто некуда разместить. Вместе с воспитанниками они просят власти помочь найти помещение под все свои занятия. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.